Итак, что же такое технология Skyway? Помните, что необходимо знать в первую очередь, мы с вами разобрали. Что такое технология Skyway? Технология Skyway – это струнные системы, транспортные системы второго уровня, струнные рельсы, которые основаны на струнных рельсах, городские, грузовые, скоростные, городские системы и в последнее время разработка даже индивидуальных прогулочных небольших транспортных средств унибайков. То есть это новые технологии, транспортные технологии второго уровня, струнные технологии низкого, городские, скоростные, индивидуальные, грузовые и сегодня даже юнибайки для того, чтобы пересекать определенные расстояния. Но вот здесь самый главный момент, что нужно понимать, какие базовые преимущества, 12 базовых преимуществ Transnet, то бишь Skyway – это первая – социальная система. То есть система, она социальна. Второе – экономичность системы. Третье – экологичность, безопасность. Твертое – транспортная безопасность. Пятое – комфортность перевозок. Шестое – минимальный землеотвод. Минимальный землеотвод, потому что на железные дороги уходит огромное количество земель, которые не восстанавливаются. Седьмое – низкая себестоимость строительства. Низкая себестоимость перевозок. Это очень важно, потому что если построят китайцы дорогу, либо японцы дороги, то мы будем ездить и дорога будет на уровне… Вот сегодня уже железная дорога перевозит нас, скажем, мы когда перемещаемся. Это стоимость на уровне за самолет, то есть цена за самолет, хотя должно быть гораздо-гораздо дешевле. Далее – долговечность системы. Анатолий Дорочиницкий говорит, гарантия наших трансструнных рельсов, гарантия – сто лет. Представляете? А в железной дороге они ремонтируют, там зима прошла, они ремонтируют. Каждый год, каждые полтора года ремонт и производят дорога. Десятое – устойчивость к вандализму и терроризму. Вот что очень важно – к вандализму и терроризму. Вы посмотрите тот фильм, где про Японию говорится, что часто бывают землетрясения, да, и, скажем так, землетрясения влияют на землетрясение очень серьезно. Один из системы, и вы видели сегодня фильм, который дальше низко, сколько может быть сэкономлено топливо в мире, если будут пользоваться люди сегодня не автомобилями, а индивидуальными юниусами. Двенадцатая – инновационность системы. И, естественно, дополнительные преимущества. То есть высокая скорость передвижения до 500 км в час, всепогодность, эксплуатация. Если любое транспортное средство – Япония, Америка, Китай, разницы нет. Выпадает снег, железная дорога стоит, пока не почистят путь. Сначала должны почистить путь, потом только поедут люди, дорогие друзья. Представляете, да? А нам это все равно, потому что мы выходим на высоте 10-15 метров. Говорят некоторые, а если снега насыпет там 2 метра, ну как вот на вот таком вот рельсе 2 метра снега насыпет, дорогие друзья? Такого быть не может. Да, может капать снег и может быть дождь, но будет, как называется, противосходная система сделана, где все это будет уходить. Вселандшафтность трассировки. Мы можем в горах ездить, мы можем ездить через реки, через болото, в виде вседоступности и круглогодичности строительства. Вот если говорить железную дорогу, зимой строить нельзя, ее можно только летом строить. Далее, широкий температурный диапазон эксплуатации. Возможность освещения прибрежных водных пространств. Седьмое, возможность освоения новых территорий с собственным добычем полезных ископаемых. Вы знаете, сколько полезных ископаемых во всем мире, даже в Австралии. Вот здесь мы находимся в Иркутске. Здесь есть недалеко от Иркутска, ну залежи золота, само собой, но еще есть залежи платины. Здесь есть гора, где огромное количество платины. Там, говорят, самое крупное месторождение в мире. Туда добраться ничем вообще. Туда только вот вертолеты летают летом, и держабли еще туда летали. Все. Мы единственные, кто можем туда добраться. Представляете, если мы войдем в долю и выкупим полгоры с прибыли потом, да, и вот все акционеры. А платина – это очень ценный металл, который всегда был востребован в 20 веке и будет востребован в 3 тысячелетии. Восьмое, возможность высокого уровня автоматизации. У нас интеллектуальные, разумные юнибусы. Возможность использования индивидуальных средств передвижения. И десятое, возможность повышения эффективности экономики уровня качества жизни населения. Вот это главные такие особенности, дорогие друзья.